Издательское дело живет и процветает. В этом уверена руководитель компании «Референт» Татьяна Ефимова. Дело ее жизни уже 20 лет, и за это время было выпущено около 500 различных изданий. «Референт» ставит перед собой важную задачу – популяризировать историю родного края. А в том, что печатные книги и дальше будут играть важную роль в жизни общества, издатели уверены. В любой книге есть своя магия. Если мы берем электронную книгу, если она издана только в электронном виде, это неизданная книга. Потому что сегодня она есть, завтра нет, и не совершается чудо-явление в мир. Когда печатную книгу мы открываем, чувствуем запах типографской краски, то есть вот этих печатных страниц, то есть совершенно другое восприятие печатного слова, нежели электронного. От этого никуда не денешься. Это магия книжная. Галина Карева – член редколлегии издательского дома и автор краеведческих исследований. Ее дружба с «Референтом» длится уже больше 10 лет. Самая, пожалуй, важная работа была в создании путеводителя по городу. Такой у нас всего один. Книга необходима и жителям, и гостям Иванова, и профессионалам, и любителям. Очень важно, чтобы исторические тексты были очень грамотными, очень соответствующими. Их надо было вычитывать, надо было советоваться. И благодаря этому сотрудничеству появилось ведь большое количество книг про наш город, про наших текстильных фабрикантов. Ну, вообще, надо заниматься историей города, историей края. Это очень важно. И многие вещи, например, путеводители по городу, сразу же стал библиографической редкостью. Его раскупили мгновенно. Его, конечно, требуется переиздать. Удивить современного читателя непросто. Все избалованы многообразием, но издательский дом старается быть в тренде. Книги выходят из-под станка, содержательные и очень красивые. Я считаю, в книге должны быть два важных момента. Это информативность, в которой книга должна быть какую-то полезную и обширную информацию. И с точки зрения полиграфической тоже должна быть красивой. Книга – это подарок, чтобы книгу можно было не стыдно подарить. Вот эти вот две задачи как раз издательство выполняет. Сейчас сотрудники издательства готовятся к масштабной ярмарке интеллектуальной книги имени Натали Сорот «Откройте». Ее проведут в рамках второй фабрики «Авангарда» в сентябре. На ярмарке издательство презентуют книгу Николая Смирнова – человека, который открыл для региона Эмили Витана. Мы решили издать книгу рассказов, в которых он описывает плес, окрестности. И это как рассказы дореволюционной жизни, так они приближаются где-то к середине прошлого века. Очень интересное бытоописание, описание природы. И эту книгу проиллюстрировали 40 художников. Планы у издательства огромные. За годы работы удалось собрать костяк сильных авторов и талантливых художников-оформителей. Реализовать можно десятки проектов. Был бы заказ от властей или спонсоров. Полиграфия, увы, удовольствие дорогостоящее. Мария Смирнова, Анатолий Логинов, Антон Осипов, РТВ Иванова.